В общем, машину я сегодня явно заморозил, прячется в корточке. Ребятки, ну не искупаться в море, тем более то, что я увидел с квадрокоптера, меня просто поразило. Там такая красота, такая чистота. Ух, все мышцы забиты, я как раз таки думаю, что сейчас они отобьются именно от холодной водички. В общем, мы идем на море на Бугасской косе. Я думаю, что это будет тоже восхитительно вообще. Как мне понравилось, там парень катается прям по морю, но это прям супер-пупер уровень, потому что там не спастись, если вдруг у тебя что-то случилось. Тут приносит в берегу, а там уносит в море. Территория здесь свободная, здесь огромное количество глэмпингов построено. Я сверху это все увидел. Сейчас, вот как Александр сказал, федеральная программа идет по открытию на Бугасской косе официальных кайт-школ, то есть которые должны работать уже как бы с лицензиями совсем. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. На самом деле, тема очень интересная. И вот я понимаю, к чему люди стремятся, чем тянутся, потому что это самое ветреное вообще место в нашем городе. Если вы понимали, в самой написании ветра практически нету, допустим. А здесь десяточка раздувает. То есть для обучения это самый идеальный ветер, как и сказал Александр сегодня. Дюны здесь ниже, потому что ветер то туда, то сюда. Да, и полоска. Ну, я думаю, вы все видели сверху, она тоже такая более узкая. Самое главное, чтобы люди соблюдали чистоту. Здесь причем как-то частично здание разрушено. Ну, туда самое большое глэмпинг, я как понимаю, который здесь есть именно на Бугасе. Слушайте, прям хотелось бы, знаете, ночку тут провести, взять палаточку, прийти. Марусь, давай летом переночуем. Доживем. Доживем, куда мы денемся. Я даже не верил, что доживу до первого урока открытия кайта сезона 2022 года. Дожил, все получилось, все очень хорошо. Птички вылетают, видите, прям с кустиков. Чтобы вы понимали, я вам сейчас показываю самые лучшие пляжи Черноморского побережья. Песчаные. То есть каменные можно где-то там найти, но круче песчаных пляжей, чем Бугаская коса. Нет. Я клянусь, это лучшие пляжи. Не знаю, как вы еще сказать. Это фантастика. То есть там есть возможность парковки, но дороговато 400 рублей за день. С другой стороны, это отбивает количество людей. Я раньше здесь выезжала очень много машин. Сейчас смотрюсь, но движение какое-никакое по пляжу есть, но его не так уж-то и много. Ребята стоят, не решаются походу окунуться. И вы посмотрите просто вот на этот вид. Фантастика. Здесь самый чистый берег, самый чистый пляж. Все именно из-за того, что так сложилось, что течение проходит чуть дальше от берега. И мы находимся уже в открытом море. То есть вот отсюда видно как раз-таки, что Анапа – это бухта. Вот видите, там Анапский мыс начинается, заходит он туда глубоко-глубоко. А здесь мы уже на выходе. Ну, вы сейчас кайфанете. Во-первых, от такой картинки. Прям круто, да? Так смотришь – вау, не верится, что такое вообще может быть. И теперь смотрите на море. Я просто все сверху увидел и все понял. Я, конечно, не знаю, какая здесь температура. Море будет. О, медузки есть. А-а-а, вода леденючая, слушайте. Потому что ветер сейчас дует северным. То есть с берега издувает теплую воду туда дальше. И здесь глубина сразу. То есть можно с берега прям нырять. То есть принцип каменных камней, но только на песчаном пляже. Температура воздуха у моря – 23,3. Давайте посмотрим, какая температура выводится. Медузки, медузки, медузки. Ну, это такие, не кусачие, это нормальные. Блин, ну окунуться, если я не окунусь, это буду просто не я. Фантастика. Это самое великолепное и необычное место на всем Черном море. Ну, во-первых, потому что здесь самое лучшее море. Как раз таки, вот как я и говорил, за особенности то, что мы находимся на выходе из бухты. Из-за того, что здесь просто ух ты. Медузки вот эти, то есть, ну, они не кусачие, они не синие. То есть, они мелкие, и это не приводит к никаким там раздражениям, повреждениям. Цвет моря здесь просто фантастический. Я, честно, не знаю, в обработке еще не видел, видел, как оно будет. Но море, честно, сегодня прохладно. Если в Лимане была температура практически 20 градусов, то здесь, к сожалению, только 12,9 показывает. То есть, водичка довольно-таки прохладная, но не для меня. Ай, друзья, друзья, сейчас все будет. Удалось увидеть того самого человека, который гоняет по морю. Он единственный, то есть, я повторяю, это уровень профи. И у него даже не кайт, у него что-то типа парашюта такого идет. То есть, это просто топчик. Ай-яй-яй, красота. Здесь одна ошибка, и все. И поэтому он даже в спасжилете, ребят, катается. Просто фантастика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Вот это да, такого я прям не видел. Охренеть просто! Вот это квадрокоптер, ребят, и все остальное это просто просто. Дорогие мои, конечно, пролет вертолета это был просто какой-то шок. Это такая махина мощная, на низких высотах. Ну я разглядел, там буква Z на нем была, то есть звезда была. Ну если что, 112 сразу бы позвонили, потому что после событий в Белгороде как бы все равно напряжение было. Я вот с того момента, как я его заметил, услышал, то есть до этого момента, пока он до нас долетел, спрятаться было вообще нереально, то есть куда-то, допустим, да, убежать там за дюну, за домик зайти. То есть если тебя он уже оттуда видит, уже, допустим, мог открыть огонь. Это я к тому, что, короче, страшно, страшно. Дай бог, чтобы было только мирное небо над головой. Дай бог, чтобы побыстрее закручили все спецоперации, чтобы был мир во всем мире. Искренне от души этого очень хочется ребятам нашим, кто на передовой, до героя по-другому сказать не могу, потому что это очень все сложно. И вот просто пролет вертолета надо, ну вот так вот все внутри перевернул, сразу куча вопросов. Тут где-то воинская часть у нас стоит, не буду говорить, где есть у них там средства ПВО, то есть так далее и тому подобное. Ну хорошо, что вот опознавательные знаки на нем были. Такая махина. Я прям ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Фу, все эмоции от моря, конечно, переключились на вертолет, но море сегодня вот такое. Ему ставим огромнейший лайк и надеюсь, что мы с ним еще увидимся и не раз на Бугасе, потому что придется бывать почаще, чем раньше, потому что с той стороны это мое тренировочное поле теперь для того, чтобы научиться ездить на кайт-серфе. Вот такой вот получился интересный день, дорогие друзья. Сегодня был первый правый галс, который я сделал большим удовольствием. Сначала я вам сделаю небольшой пролет над Рапсовым порем, а потом будет еще в море. Не прощаемся. Приехали на Рапсовое поле. Смотрите, какая красота. Просто фантастика. И здесь находятся как раз-таки мека-кайтеров, которые сейчас наполнены гораздо больше, чем где мы были на Бугасе. Здесь людей прям вообще толпы. Соезжают со всего края, близлежащие районы, приезжают со всех городов рассеять, с которых могут. Кто-то уже откатался, кто-то еще не катался. Ветер здесь сумасшедший стал. То есть, если там было у нас семь-восемь, там до девяти поднимался. Сейчас, мне кажется, метров даже до двенадцати раздуло. То есть, огромное количество машин. Люди переодеваются прямо здесь, а потом спускаются и запуск идет. Так как стало гораздо больше воды сейчас, то здесь запуститься на споте очень проблематично. Но сколько народу. Ух, ух. Все. Отстрел. Вот сейчас прямо с вами увидели то, что может происходить. Видите? Человека понесло. Он тут же отстрелился. В общем, опасный вид спорта. И сейчас будет уже заворачивать обратно. Ну, кто-то приезжает, видите, со стульчиками, наблюдает. Потому что у каждого есть свои помощники. Теперь посмотрите, сколько здесь кайтов лежит. Кто-то вот увидит, что ребята собирают свои кайты на травке аккуратно. А так была тут полностью она сухая. Тут дальше еще дичьи острова находятся. Сколько же здесь. Просто фантастика. Смотришь, какая крутота. Когда-нибудь доучусь и так же буду гонять. Наверное. Там, кстати, вот парень учится. Видите? В стороне от всех отошел, чтоб никому не мешать. Не пытается делать старты. Видит? Пошел. Ого. Со второго раза пошел и пошел и пошел. А это нет, не учится. Он уже зарязаться умеет. Это уже следующий уровень для меня. В общем, капитальная красота. Фотки здесь меньше что можете делать. Просто фантастичь. Попробуйте такие квадрики поднять. Поснимать, ребята. Если получится. Он побежал, парень, помогать. Короче, ушел по коленам грязь. Чтобы помочь достать кайт оттуда. Чтобы помочь достать кайт оттуда. То, что восемь лет jego пить, Субтитры сделал DimaTorzok 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 В общем впечатлений просто море В машине у меня он прячется от солнышка Спасибо ей кстати огромное за то что она нам Сделал такую подсъемочку шикарную Ну и вам за то что вы пришли Посмотрели Напишите пожалуйста комментарий Ведь такие Видео очень важны Для продвижения и поделитесь Со своими друзьями приглашайте их подписаться Больше радости и позитива Конечно вот Еще без вертолета было бы Совсем все прям идеально Так все таки напоминает Что где-то что-то у нас В этом мире сломалось Ну ничего починят Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok